На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочарова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Дополнительные меры защиты. Нефтьюганская окружная клиническая больница переходит на новую форму работы. Для ветеранов боевых действий на заседании фракции «Единая Россия» обсудили возможность предоставления жилья. Карантин не помеха. Центр молодежных инициатив запустил онлайн-школу вожатского мастерства. Вход через термометр и обработку рук. Нефтьюганская окружная клиническая больница вводит дополнительные меры защиты от распространения коронавирусной инфекции. Дни здорового ребенка и диспансеризация приостановлены. Время выезда врачей на дом увеличено. В больнице теперь все пациенты входят только через фильтр, который находится в хирургическом отделении. Фильтр детского приемного отделения в восьмиэтажном корпусе, вход со двора. Кроме замера температуры, обязательная обработка рук. «У нас сегодня организована на входах всех поликлиник термометрия. И я призываю жителей города Нефтьюганска, если у вас подъем температуры и нет сопутствующих хронических заболеваний, то по возможности не посещать поликлинику, а вызвать врача на доме». Дни здорового ребенка, диспансеризация приостановлена, узкие специалисты для работы с пациентами с хроническими болезнями работают. «Увеличилось число не только выездных бригад для того, чтобы осматривать пациентов на дому, но также увеличилось время приемов узовов на дом. Во взрослых поликлиниках это до пяти вечера, в детских поликлиниках это до двух часов дня, но бригада ездит до семи вечера». Напомним, если человек приехал из-за границы, он обязан в течение 14 дней сидеть дома. Сейчас в Нефтьюганске в режиме самоизоляции находится 210 горожан. Если появляются симптомы болезни, нужно также вызвать врача на дом. Также для усиления защитных мер в стационаре перепрофилировали педиатрическое отделение. «Сегодняшний день здесь лица с подозрением и лица с пневмониями, вирусная теология. По тому, как придут результаты анализов, есть ли носительство коронавирусной инфекции или нет, после этого будет уже решаться дальнейшая тактика лечения и переводы в другие общие отделения стационара». В случае ухудшения ПИД-обстановки данное отделение перепрофилирует под больных коронавирусом. Пять койк оснащены реанимационным оборудованием для тяжелых случаев. Больница напоминает, вся последняя информация о дополнительных мерах защиты размещается на официальных страницах соцсетей. Единая окружная горячая линия 8 800 200 01 12. Соблюдать режим самоизоляции рекомендуют жителям старше 65 лет. Такие ограничения для пожилых югорчан ввели в связи с пандемией коронавируса. С призывом к пенсионерам обратилась губернатор региона на очередном заседании оперативного штаба. Сегодня в округе проживают более 100 тысяч человек старше 65 лет. Пожилые люди в первую очередь входят в группу риска. Именно поэтому пенсионерам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Губернатор Югры поручила профильным службам создать двухнедельный запас товаров первой необходимости, чтобы пожилые люди только по острой необходимости выходили из дома. Призываю вас, уважаемые югорчане, без необходимости не покидать жилое помещение. Но и принято решение о дополнительных ограничениях, предусматривающих обязанность соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания граждан в возрасте старше 65 лет. За исключением работников здравоохранения, руководителей и сотрудников организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Такие же ограничения касаются и детей. Власть региона просит родителей обеспечить нахождение школьников дома на время карантина. Что касается ситуации в округе по коронавирусу в общем, новых случаев заболевания не выявлено. Только по предварительной записи. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции, многофункциональные центры Югры перешли на новый вид работы. Теперь, прежде чем получить услугу, необходимо заранее позвонить специалистам. С сегодняшнего дня записаться к специалистам можно по единому телефону, который вы видите на экране или через сайт МФЦ. При этом жителям рекомендуют оставлять свои контактные данные, чтобы операторы могли с ними связаться. Также по всем вопросам можно звонить в городской многофункциональный центр. Номер отдела в Нефтьюганске 517517. Но лучше всего решать вопросы онлайн. Как поясняют специалисты, сделать это можно посредством портала государственных услуг. Дать жилье хотя бы тем, кто уже потерял кормильца. На заседании думской фракции «Единой России» депутаты обсудили вопрос предоставления жилья ветеранам боевых действий. Всего нуждающихся в городе 67 человек. Однако выделяемой субсидии на квартиру не хватит. Что предложили на встрече, смотрите далее. 945 тысяч рублей. Таков размер жилищной субсидии ветеранам боевых действий даже на однокомнатную квартиру не хватит. Есть надежда, что после предложения сургутяна размер субсидий подрастет. В прошлом году было направлено в адрес профильного департамента письмо. Это коллеги наши из города Сургута с предложением либо увеличить стоимость одного квадратного метра и приравнять ее к стоимости квадратного метра региональной службы по тарифам. А пока муниципалитету дано право добавить свои средства каждому ветерану, но учитывая, что нуждающихся 67, в пересчете на то, что каждому нужно добавить по миллиону 300 до однокомнатной квартиры, такой большой свободной суммы в бюджете нет. Есть три семьи, ребята, которые погибли, а семьи остались. Скажите, вопрос зачитывается следующим образом. Мы можем, хотя бы на данный момент, понимая, что мы сейчас не сможем обеспечить все 67, у нас просто нет этих денег, но вот этих, ребята, в которых реально погибли, вот этим всеми в отдельную категорию выделить, и вот именно этим всеми побольше. Департамент ЖКХ пообещал рассмотреть такую возможность. Также на заседании решили для ужесточения контроля над реализацией нацпроектов закрепить за каждым депутатом работу над объектами по каждому федеральному направлению на его избирательном участке. Наталья Платонова, Рамель Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Состоялось третье в этом году заседание Думы «Нефтьюганска». В повестке дня 35 вопросов по всем актуальным темам жизни города. Какие решения приняли депутаты, расскажет наш корреспондент. Заседание Думы началось с награждения. Председатель представительного органа власти вручил педагогам благодарственные письма. Юганские учителя взяли четыре первых места из восьми на региональном этапе конкурса «Педагог года». Особый интерес думцев вызвал доклад начальника Роспотребнадзора «Нефтьюганска». Александр Щербаков провел сравнительные данные по различным заболеваниям в городе. Так, в 2019 году количество ОРЗ снизилось. Но все-таки оно выше, чем в среднем по Югре. С гриппом ситуация несколько иная. Заграждено 132 случаи по сравнению с 2018 года в 1995. Но опять же здесь, например, считаю, полагаю, что это связано отчасти и с диагностикой. Отчиталась о своей работе за прошлый год счетная палата «Нефтьюганска». Этот орган власти не только контролирует все доходы и расходы бюджета. Его работу можно вполне оценивать в денежном выражении. В результате исполнения рекомендаций счетной палаты в минувшем году установлено нарушение на общую сумму 95 904 374 рубля. Всего в повестке дня было 35 вопросов. Здесь и ремонт автомобильных дорог, который запланирован этим летом, и благоустройство на территории «Нефтьюганска» и строительство многофункционального спортивного центра. На все эти направления депутаты одобрили выделение денежных средств. Все, что зависело от Думы, решения все приняты. Осталось только хорошо поработать многим службам администрации, чтобы муниципальные программы и вообще программы исполнялись в срок и в полном объеме. В конце заседания Думы депутаты приняли еще одно решение. На 7 апреля запланированы публичные слушания по исполнению бюджета «Нефтьюганска» за 2019 год. Андрей Валикжанин, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Вместо живого общения – экраны мобильных. В «Нефтьюганске» начала свою работу школа вожатского мастерства. Напомним, проект действует в городе порядка пяти лет. Благодаря образовательным программам подростки проходят обучение и имеют возможность трудоустроиться летом в пришкольные лагеря. Правда, в этом году Центру молодежных инициатив пришлось перейти на новый формат обучения. Все лекции наставники проводят в онлайн-режиме. Карантин не дает повода забросить обучение, ведь лето не за горами. А попасть в детские лагеря на работу смогут только сертифицированные вожатые. Такое обучение ежегодно проходит порядка ста подростков города. Но, как показывает дистанционное обучение, желающих в разы больше. Мы будем в группу «По дороге к лету» выкладывать информационные видеоролики, рассказывать про различные фишки для вожатых, лайфхаки. И потом, когда все ребята пройдут обучение, выполнят все домашние задания, которые мы тоже будем добавлять в эту группу, пройдут офлайн уже, вживую, экзамен. Игры на знакомство, команда образования и все те, которые помогут юным нефтьюганцам провести лето весело. Тренеры школы вожатского мастерства испытывают все методики на себе. Как отмечают подростки, любому вожатому пригодятся эти наработки. К тому же школа дает и другие важные знания. Как решать конфликты и в случае чего оказывать первую помощь. Конечно, на вожатого нужно обучаться, потому что это не так просто. То есть нужно проходить определенную подготовку. Если ты не пройдешь эту подготовку, ты не сможешь стать вожатым, потому что ты не будешь знать нужной информации, нужных игр и тому подобное. Поэтому это нужно действительно, это важно. Школа вожатского мастерства работает с начала недели. Присоединиться к обучению можно в любой момент. Главное – посмотреть все уроки и выполнить домашнее задание. А потом после карантина сдать экзамен. Те ребята, которые получат сертификаты, смогут летом устроиться вожатыми на выбор пришкольные лагеря или проект «Команда нашего двора». Всего же только в июне служба занятости готова трудоустроить 220 школьников. Кристина Кощерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.